Приветствую вас, коллеги, в своем видеоблоге. Привет вам из теплого апрельского Таллина. И сегодня в своем видеосообщении я хотела бы затронуть тему домашнего задания. Тема эта такая болевая точка в нашем образовании и в нашей практике школьной. И я думаю, что к этой теме я вернусь еще не раз. Но сейчас хотелось бы обсудить вот какой момент. Когда-то в комментариях к одному из блогов, я даже не помню уже где, я бросила такую фразу, что я на самом деле против домашних заданий, но за самостоятельную работу. У меня не было времени аргументировать этот ответ, и так он остался где-то висеть в интернете необоснованным. А вот сейчас я бы, наверное, хотела бы этот момент обсудить, потому что он для меня важный. В чем же вообще, казалось бы, разница? Разве это не одно и то же? Вот тут, коллеги, давайте мы теперь задумаемся на секундочку. А зачем нам нужно домашнее задание? В чем смысл домашнего задания? Зачем мы его даем нашим ученикам? Зачем они его выполняют? И вот давайте попытаемся задуматься и ответить на этот вопрос, не прибегая никаким методичкам, а вот так, интуитивно. Интуитивно. Зачем нам нужно домашнее задание? Я подожду. Дам возможность немножко вам осмыслить. И поделюсь теперь с вами своими мыслями. Зачем, на мой взгляд, нужно домашнее задание? И для чего оно предназначено? Во-первых, мы поддерживаем автономность учащегося. Что немаловажно в наш 21 век, который является уже не веком преподавания, обучения кого-то. Это век учения. Это век, когда человек должен сам уметь самостоятельно учиться. И домашнее задание – это один из, скажем так, инструментов, который поддерживает автономность ученика, поддерживает его способность самостоятельно учиться. Второй момент, зачем мы даем домашнее задание, это, безусловно, развитие такого важного качества, как самоответственность, как ответственность за собственное обучение. И третий момент, почему мы даем домашнее задание – это получение обратной связи. Ученик должен дать самому себе обратную связь о том, как он усвоил данный материал. Ученик должен сам понять, с какими проблемами он сталкивается, что для него легко, что для него решаемо, что для него очень трудно, и какие примеры, какие задачи, какие понятия он совершенно не может понять, что для него очень трудно и сложно. Эту обратную связь он дает сам себе. И, соответственно, если все эти три условия-фактора выполняются, то впоследствии ученик на уроке уже с учителем в состоянии от этих проблем, от этих вопросов избавиться. Либо учитель ему помогает поддерживать, либо учитель ему дает намек, либо он работает просто с ребятами в группе, и тем самым он решает какие-то свои проблемы, и так далее. Что мы имеем на деле? Что мы ему на деле, коллеги? На деле у нас домашнее задание – это инструмент наказания. Пыток, я бы даже сказала, принудительный, навязанный, неинтересный, скучный, неосмысленный учениками, а порой необоснованный совершенно инструмент. Я приведу такой пример. Сейчас вспомнила. У меня, когда дочь ходила во второй класс, она несколько раз подряд по английскому языку, класс второй, наверное, получала такое домашнее задание – перерисовать с учебника картинки в тетрадь. Английский язык, второй класс. Я все понимаю. Наверное, наверное, я думаю, действительно, это непросто во втором классе по английскому языку, когда дети еще и родной язык-то толком не освоили, тут какие-то грамматические упражнения давать домой, действительно, ну, нет смысла. Но вот в голове учителя настолько глубоко сидит то, что домашнее задание надо непременно дать, как это так, он пойдет домой без домашнего задания. Вот пусть он хоть рисует, перерисовывает с учебника, но домашнее задание у него должно быть. Вот из-за того, что у нас порой даются очень много вот эти вот неосмысленные, необдуманные, необоснованные домашние задания, конечно же, у учеников потом и складывается такое устойчивое невосприятие этого домашнего задания и вообще отсутствие всякого смысла. То есть смысл один – не сделаешь домашнюю работу, получишь два. Вот в чем смысл. Поэтому я должен лихорадочно успеть списать, лишь бы что-то заполнить, а бы было как, а бы как, и так далее. Потому что, чтобы не получить на это два. И вот он получил свое два за это невыполнение домашнее задание, и что дальше, и что теперь? А ничего теперь, все. Выкинул эту бумажку, забыл про это домашнее задание и пошел дальше. То есть абсолютно необоснованное домашнее задание. Необоснованно было дано, необоснованно было проработано и необоснованно была получена обратная связь. Точнее, наоборот, ее не было просто получено. То есть не вижу смысла даже в этом домашнем задании. Уж лучше скажите, не будет домашнего задания, и пусть они идут, отдыхают. Или занимаются какими-то своими делами. Вот у нас домашнее задание – это инструмент наказания, и за то, что домашнее здание не сделано, ученик будет наказан, он получит какое-то или едкое замечание от учителя, или два. А о чем на самом деле учителю говорит невыполненная домашняя работа? А учителю это говорит, впрочем, как и ученику. В принципе, это говорит о том, что ученик столкнулся с определенными проблемами. У него есть определенные трудности, он с ними столкнулся, и ему нужно помочь. И задача учителя не наказать ребенка за то, что он и так столкнулся с трудностями, а поддержать его, оказать какую-то помощь. И опять-таки, это не обязательно должен делать учитель, это может быть проработана какая-то совместная работа с учениками, проделана какая-то совместная работа с учениками для того, чтобы эти проблемы решить. Продолжение следует...